Здарова, дровосеки! В общем, не так давно я выпустил ролик, в котором... Сейчас вот так вот по деловому обстану. Не так давно я выпустил ролик, как, собственно, я записываю свои барабаны и ковера. Вот, я показывал расстановку микрофонов, показывал, ну, в целом, собственно, что из себя представляет помещение, в котором, собственно, я все это делаю. И много кто из вас писал, что хочет узнать, как я монтирую, собственно, как все это дело происходит именно в софтовом режиме. То есть, что происходит после того, как я расставил микрофоны, закоммутировал, подключил все к звуковой карте, к компьютеру и так далее. То есть, все абсолютно, вся информация, которая, так скажем, вам понадобится для того, чтобы записать, смонтировать, свести, там, обработать и так далее. Вот, собственно, сегодня ролик будет именно на эту тему. Так что, те, кто ждал, очень хороший день сегодня для вас. Значит, для начала, что хочу сказать. Очень важно начать именно с расстановки микрофонов. Я уже говорил, что я пишусь на два микрофона. Давайте более подробно начнем, значит, уже с самих микрофонов. Вот, собственно, микрофон справа, микрофон слева. Я их стараюсь ставить посередине именно вот этой вот линии. Потому что мне не нужно, чтобы эти микрофоны ловили лишний звук от тарелок. Тарелки, как бы, и так шумящие. И лучше, конечно, чтобы оно все шло, так скажем, именно звук шел более такой низастый, который будет снимать именно барабаны. Вот, я уже говорил, что со звукарской точки зрения это не очень грамотно. Но в моем случае эта работает схема прекрасно. Поэтому те, кто решат, что, как бы, это неплохая идея, можете, в принципе, пользоваться. Значит, микрофоны. Микрофоны ставить необходимо, так скажем, поближе ко всему этому делу. То есть не нужно выставлять слишком далеко, потому что тогда вам придется выкручивать на звуковой карте так называемый гейн. Вот эту вот штуковину придется выкручивать очень сильно, и она будет ловить много лишних шумов. Поэтому я предпочитаю поставить поближе, справа, слева. Вот, этот, как правило, микрофон больше будет забирать бочку и напольный том. Этот микрофон будет больше забирать малый барабан и навесной том. Ну и, соответственно, тарелки сами по себе будут попадать туда, куда надо. Вот, что касается, значит, настроек звуковой карты. Вот мы идем, значит, сюда. Мы, значит, воткнули. На моем фокус-райке здесь есть два, так скажем, тумблера. Один инструментальный, другой линейный. То есть инструментальный это больше для гитары, линейный, соответственно, больше для микрофонов. Как вы видите, гейн у меня здесь выставлен ровно посерединке. Вот, ну и, соответственно, все это дело идет в рипер. Давайте я сейчас поставлю запись экрана. Вот у нас пошла запись экрана. Вот. И, соответственно, что здесь у нас происходит? Происходит то, что здесь у меня идет две дорожки. Первая дорожка, вторая дорожка. Соответственно, здесь мы выставляем каналы. Вот. У меня двухканальная звуковая карта, поэтому на каждый канал по, соответственно, по отдельной дорожке. Здесь у меня идет вход первый, здесь, получается, идет вход второй. И вот эти вот две дорожки я запускаю на, так скажем, суммирующую шину, то есть вот сюда. То есть я создаю группу под эти вот две дорожки. Ну, здесь я пока, наверное, здесь какие-то такие рядовые настроечки, я пока их все уберу. Вот. И, соответственно, что я хочу сделать? Сейчас я поставлю, собственно, запись, да, здесь вы все видите уровни здесь у меня обычные, да. Я поставлю запись, и вы сможете наблюдать, как, собственно, все это дело здесь идет. Сейчас, ну, от балды что-нибудь наиграю просто. Здесь не важно, что я конкретно буду играть. Важен принцип самой записи, и чтобы вы, так скажем, увидели, услышали результат. Итак, вот, собственно, у нас получилась наша вот запись, да, которая произошла в результате того, что сейчас, сейчас шумело, гремело. Вот. Получилось две дорожки. Одна с одного микрофона, вторая с второго микрофона. Соответственно, эти обе дорожки идут вот на вот эту вот дорожку. Поэтому сейчас наша задача сделать так, чтобы все это дело зазвучало. Первым делом, соответственно, я выставляю на общий вот этот вот канал немножечко ревера. Я пользуюсь ревером Valhalla Room, я ставлю примерно процентов 8. Вот, 8 процентов. После этого я навешиваю на все это дело компрессор, фаб-фильтр, вот такой вот. Здесь есть такая интересная закладочка Drums. Здесь, в принципе, можно выбирать любое. Мне нравится как бы по-разному, то есть в зависимости от того, какой характер, да, звучание мне нужен для того или иного трека. Вот. Соответственно, здесь вот в основном одна из этих. Чаще всего, если я хочу, чтобы больше щелкало, я выставляю вот эту вот штуковину. Могу даже вот так вот порог чуть-чуть снизить, да, чтобы еще больше скомпрессировалось все это дерьмо. Значит, иногда я могу поставить вот это, но это прям очень экстремальный такой вариант. Вот. Вот такой вариант будет здоровский. Вот. Почему я ставлю, так скажем, Room перед компрессором? Потому что он как-то все это дело, то есть сам этот естественный ревер с помощью компрессора, он его как будто бы придает ему больше плотности, что ли. Даже можно вот здесь вот порог еще чуть-чуть вот так вот снизить. Треш-холд и рейша сделаем чуть побольше. Вот. В принципе, вот так вот все это звучит довольно интересно. Дальше я стараюсь, так скажем, поставить эквалайзер, тоже фаб-фильтр. Сразу смотрю, что у меня по частотам здесь происходит. Вот. Можно сразу влупить вот такую вот штуковину, она автоматом увеличивает нужные частотные вот эти вот диапазоны для барабана. Ага. Вот. И, соответственно, после всего этого я могу повесить на завершающий всю эту, завершающий финальный плагин Азетопа Зон 5. Он очень интересен тем, что он как бы идет, включает в себя универсальные настройки. То есть здесь есть и эквалайзер, и ревер, и какой-то эксайтер, и, соответственно, пост-эквалайзер. Там, короче, очень много всего. И вот я пользуюсь, как правило, готовыми пресетами. Вот, например, вот этот вот, он уже очень хорошо оживит всю нашу барабанную партию. Вот. Я вот сейчас в наушниках слушаю, звучит довольно прикольно. На этом все эти настройки как бы завершены. Фишка в том, что многие также спрашивают, что нужно делать для того, чтобы, типа, твой трек звучал поверх трека, на который ты пишешь кавер, адекватно и нормально. На самом деле ничего вы там не сделаете, просто уставляете по уровням. То есть просто регулируйте все это дело громкостью. Вот. То есть вставляете сюда трек, на который, собственно, вы будете писать кавер. Вот. Ну, это изначально делается, да. То есть вы создаете проект, заводите вот этот вот кавер, и все, собственно, пишете и обрабатываете вот так, как я вам показал. В принципе, результат довольно-таки интересный. И просто громкость трека, под который вы пишете кавер, просто ее убирайте, слушайте, регулируйте так, чтобы сохранялся баланс. В общем, вот и все хитрости, как бы, как это все сделать для того, чтобы при минимуме ресурсов все звучало, как бы, довольно прикольно, довольно интересно. Субтитры сделал DimaTorzok